привет огромнейший всем кто будет меня смотреть подписывайтесь на канал ставьте лайки нажимайте колокольчики поддерживайте канал мотивируясь снимать больше серии мотив более грамотно и четко что еще не забыл сказать делать делик будем делать что случилось наших лесах придется с коня сладитесь переплывать очередной раз эту реку но сейчас наверно какая-нибудь маленькая суденышка ко мне подойдет и мы его немножко это татуируем на время до небольшого да естественно продолжаем и проходить ассасин крит истоки сейчас я икс уже не выходит на каждый день пошел на хрен вот такой лук которая в начале кажется использовали будем пробовать используйте сейчас вот так вот серии к сожалению не каждый день но тут проблема в том что и кроме времени какого-то то что не хочется писать серии когда нет какого-то настроения или как настроение плохое потому что ну зачем зрителям передавать свое плохое настроение когда на плохое но любом случае передастся ну и когда есть желание как раз повеселиться порадоваться вместе с вами то и ты умрешь сильно в этом сомневаюсь вы не знаете с кем вы связались просто это великий минджай баек ах вы сволочи убежали как меня тупо взял и убежал офигеть погоди погожу защитите меня я отступаю да блин слезти с этого грани так и 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 э скажем что мы захотим с вами его использовать честно говоря не знаю и думаю что он нам не нужен Хотя... Возьмем свой лук, который у нас до этого был, если я не ошибаюсь, четвертая ткань Казин назывался, да? И именно с этим луком будем как-то уже дальше ходить. Ну, потому что два вида лука из четырех мне понравились. Стой, не двигайся! И что-то менять, ну, в этом смысле особо нет. Я не на вашу тюрему, пацаны, я поделал. Да, возможно, если из засады его натягиваешь, он, конечно, прикольный. Да, возможно, тот лук тоже прикольный, боевой, потому что он пробивает щиты и опрокидывает. Хотя это и есть... А, нет, не боевой лук. Не тот лук я выбрал, простите. Не тот лук, это как раз боевой лук. Нам нужен не охотничий, нам нужен легкий лук. Да? Вроде, да. Да. Да, лук пробивающий щиты, он... Вопрос. Вообще. Ну, реально. Но, лично для меня, в итоге, луки более предпочтительны. Вот и всё. Ну, я ещё меня чё-то не люблю. Хотя, ну, оружие мы достаточно часто меняем, на самом деле. Тяжкин жала. Недавнее наше приобретение. Тот же нубийский жезл. Ну, хотя он уже давненько, но всё равно относительно недавний, поэтому... Ну, эпик. Ну, знаешь, что, РА, улыбайся. Не эпик. Нет. Недавний шаг. Я не знаю. Эй! Ну, как-то так, наверно, да? Десять тысяч у нас есть. Покупаем три графита. Сумка для инструментов улучшить или потерпеть и колчан улучшить? Нет, наверное, скрытый клинок нужно. Улучшать нужно еще два графита получить. Нужно еще где-то получить два графита и, соответственно, после того, как мы эти два графита с вами получим, нужно улучшать урон от скрытого клинка. Так, очевидно. Немножко тут разбираем все подряд и не все подряд. Потому что это выгоднее разобрать, наверное. Продать просто по частям за сто монет. Ну, теперь у нас всего дофига. По идее. Давайте попробуем знать, что. Может быть мы с вами продадим немножко бронзу. А, за шесть всего лишь. Шесть монет это ни о чем, конечно же. То есть это все бронзу мы сможем продать всего лишь за 300 монет. Получается. Нет, не до 300 тысячи монет. Мало. Это крайне мало. Ладно. Давайте смотреть, что мы будем делать дальше. Дальше мы будем делать вот этот вопросик. Наверное, все-таки дам. Вот этот вопросик мы и будем делать дальше с вами. Давай, Аквы Касты, поехали. Мы его пропустили с вами. Стремновато немножко. Может он появился недавно. Исчезал. Прочь, быстро! Слезы Себика. А Даня, конечно, мы все знаем, помним. Будем делать и, естественно, надо. Чуточку попужжи. Ну что орать? Ну бежит просто миджай. Ты шинга. Я не видела человека в оружии, который бежит в это время. Что орать, как дура, блин? Это миджай заорал или? Или не миджай. Ну-то вопросик оказался не под водой. а там нас крокодил еще преследовал так давайте дальше смотреть ситки собрали на с вами заданием что у нас по заданиям слезы сэбика песня крокодила а сквозь ларь ну можно связать сэбика на самом деле до выполнить чем бы и нет это не так далеко потом можно победитель взять и открыть например вот быстрое перемещение чтобы у нас было доступно даже в начале мы наверно залезем да на эту возвышенность какую после этого ну что ближе тут будет я думаю что ближе залезть и потом уже сэбика будем делать а как раз крокодил помните в конце прошлой серии мы видели такого здорового бедного крокодила то там быки помирают у крокодилы помирают плохой блин климат в египте древним был даже крокодилы помирают не хотите гулять в древней египте друзья вас здесь схватит уничтожит и отравят как крокодила с быками такое возможно вполне на этом другом здании на получается не допрыгну наверно почти убились кстати так по большому счету почти убились на что не радует вас осени так это что он не убивает с такой высоты на хронизайшн очередейшн ну такой вид когда ночь не очень может быть красиво еще вид более урванистический чем природный видели его глаза что-то не так он болен я был уверен что священные крокодилы ручные не знаю как это случилось пицухас никогда ни на кого не нападал его глаза покраснели ты видел неужто себе в гневе даже боги отвернулись от нас где сейчас пицухас на жрец и хитеб увел его в бассейн внутри храма впервые вижу его таким завалим крокодила ща погоди тут творится что-то неладное хотя может не завалить надо вылечить бассейн где держат крокодила отрыванули его опять но очевидно то есть как бы жреца нигде не видно пицухас беспокоится лучше оставаться в тени ну в тени так в тени вот зловонная жижа даже глаза не на что эти типа люди не могли понять что блин тут зловонная жижа и так голода ранили рядом с бассейном он поднялся по лестнице ход жреца ранили блин не то очень реальными они видят или мне просто видел куша зверя обглодан но не съеден ну да там внутри видишь что-то как то как это вообще расследовать я же не могу туда попасть вот туда круто кого-то ранили рядом с бассейном блин прикалываетесь что-то а с другой стороны можно зайти а сену с не увидела вход к чему-то странно специально позвал сену чтобы она вход увидела но нифига одеяние жреца все в крови его владелец был тяжело ранен следы ведут наружу странно почему одеяние стой страны убит крокодилами что он здесь делал я для крокодилов зачем а мы связали с крокодилами и богами смешать содержимое черные бурые пузырьков использую чистые пузырьки по склянке на крокодила добавишь еду осторожно передозировка придет смерть это недопустимо главное отравить и большого крокодила остальных если получится руками не трогай кожу почернеет обожжешься как закончишь найди отравителя на южной пристани милина гибискус как цветок не перепутай имя она за это убить может этот человек отравил крокодила он выполнял приказ некой милина гибискус чудное имя для убийцы ее можно найти в порту не ориона на юге портовая короче на бога я разыщу пришла пайка не прикрыли тебя брать бросили настоящими твои брать надо было брататься с миджа ему быть я спас шляни как и там не знал орали опять дороги наверно чуть чуть не понравились плохо посмотрели на бою а там еще 20 бронзы оказалось вообще не думал что бронзу завалим портовую девочку они нельзя жена ругаться будет пошел отсюда на минус крокодил там что-то они какие-то эти мантры свои читают поют похоже на мантры я на месте гибискус должна быть где-то здесь начинаем и женщину подняться за долями и не трудно на найти тетку среди солдат под аниме нет письмо короче простите он был жрецом в храме что не так с этими жрецами жрецы устроили спектакль хотя бы с крокодилами все будет в порядке я должен сказать прости прости ну ты не паса не зажгешь тут огонь это конечно очень печально но обойдемся без зажигания огней как и так это было по красоте сделано я тебя раздавлю сдавлю сдавлю там опять побежали что ли на это зажигание костра доложи раздавлю их как мерзких личинок да уже раздавил успокойся злобный какой-то всех раздавить хочешь а зачем давить когда можно дружить ты говорил кот леопольд давайте жить дружно с огромным удовольствием я шли в поздравлении жителя крокодилопеса с еще одним годом богатство и процветание греческие правители смогли взять под контроль нестабильную примитивную экономику во благо всего народа богатство и процветание будет только приумножаться благодаря будущее греков мы будем богатый богатство для всех не в богатстве счастья в отличный графит нашли и даже не в его количестве на самом-то деле блин там генерал сокровище то недалеко а капитан там еще там далековато находится видите как зачищать эту область сложно из-за этого но ничего мы сможем уже ассасина да еще графит да это было бы слишком классно согласен это было бы слишком круто да где этот где командир ты мои не пойму где он это на тюреме был где а вот он а вот он отлично сейчас еще и мирным жителям поможем я так и знал что у командира что-то будет поэтому сюда типа пошел только для золотом я надеялся хотя бы фиолет который можно было ну ладно ну ладно все отсюда можно валить что дальше задание с крокодилом делать да блин ты можешь подтянуться молодец да да вали ты его пипец ну вот ну 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 я нажимаю как бы применить эту скрытую атаку даже в лоб до нас она применяется она в чуть не срабатывает что несколько раз и нажима и по теребонькую кнопочку нужны и не теребонькать огла голодинку нажимать разок и все вилана марха фарима она собрать сокровища и где они вот они сейчас соберем так что-то по-польски что ли начали болтать такое ощущение да блин я после быстрого убийства в доступную 2 вот типа киночеродичка Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Айен то гуд, очень гуд Ну что, давайте победителя сделаем Попробуем Вернее, туда добежать и взять Сделать, наверное, уже сегодня не получится Серия у нас будет коротенькая Ну как коротенькая, наверное, стандартная для нас в последнее время Хотя, возможно, и сделаем это задание Сейчас посмотрим, сколько там, чего нужно делать Путь крокодила, там что-то Арена гелодиаторов А, арена гелодиаторов Ну, попозже немножко Пока что вот я с ним пообщаюсь Пилар, ничтожество Тебе пришел конец Не дури Я же тебя отделаю Ты стар и слаб Я тебя не боюсь А то все кости переломаю Наглый тип Давай его заряжем Эй Ты Оставь его А ты кто? Герой что ли? Ладно А ну иди сюда Да изи вообще Начинается вот эта херня Как в храме была, помните? Сука Да, ну это чудо Не стану брать Из тебя никудышни Ну что за херня Когда меня стрех ударов мочат Ну блин, а Ну почему все, блин, кулачные бои Построены так убого тупо Ааа Что в Ведьмаке, что тут? Ох ты что, блин, а ух ты что, блин, кулачные бои Ох ты что, блин, кулачные бои Завалили Не сложно, просто обидно, что с трех ударов не... Давай Старый воин Старовато, чтобы на улице драться, нет? Ты тоже пришел меня оскорблять Молодость, она в сердце Боги не стареют Но спасибо, что помог Хорошо иметь друга в бою У тебя необычный стиль боя Мне нравится Я пропускаю удары Чтобы казаться безобидным Шрамы и синяки украшают А зачем дерешься? Потому что так надо, сынок Я был чемпионом, когда ты титьку сосал Я должен драться Что это значит? В чем дело? Я бы не сказал, что Байя слишком молод Спасается У меня? Нет Я привык драться на улицах Не все могут посмотреть на братьев галов на арене А вот я дерусь прямо здесь Тоже хлеб, когда побеждать Но если бы не я Я бы опять проиграл Возраст никого не щадит Боги, как я хочу на арену Я был лучшим из всех Любимцем великого Помпея Хлеб можно добыть везде Но славу только на арене Ничто не может сравниться с ревом кровожадной толпы Арена учит узнавать хороших бойцов Таких, как ты Я вижу, из тебя выйдет толп Подерешься вместо меня? Я проиграл пару боев Мне бы отдохнуть Одно условие, старик Когда закончим, сменишь работу Молодость, она в сердце Вот здесь Ну вот и он Никак наша развалина пришла за новой порцией тумаков Как неуважительно Смотри, боги тебя накажут А молодость, она в сердце Сегодня ты будешь сильно удивлен Ты смотри Дедуля нашел друга? Ну давай, красавчик Посмотрим, что ты можешь Вообще, посмотрев на баек Я бы с ним драться не захотел Честно Ну все, хватит с меня Ты старый жулик Довольно И кто теперь трус, сосунок? Иди сюда и дерись Неплохое начало Ты победил На арене ты не пропадешь Как твое имя, сынок? Байка с Сивой Хм, не лучшее имя для воина Нужно придумать что-то более звучное Скажем, сиванский сердце Но обсудим это позже Делу время Что? Послушай, старик Встретимся вечером Приходи на закате Буду ждать на маяке Ну в следующей серии Мы обязательно Попробуем выполнить Это задание И побиться с ними Простите, девушки Ооо Какие, какие Какие боли у них Смотрите Нам ребра минимум сломали Спасибо всем, кто смотрел С вами была Из житиновых серий И всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok